Всем привет! Вчера я выложил видосик, где обозвал одного чернильного персонажа Чучундрой. Так вот, меня в комментариях потом чуть не закидали тухлыми яйцами и помидорами, сказав, что это не Чучундра нифигашенька, это Бенди, и как ты мог его не знать? Так вот, я полез в интернет и узнал, что есть такая игра. И причем популярная игрулька, поэтому сегодня мы на нее посмотрим, что же она из себя представляет. И кстати, это хоррор. Погнали! Дорогой Генри, кажется, будто мы всю жизнь вместе работали над мультфильмами. Тридцать лет пролетели как один миг, разве не так? Если будешь в городе, загляни в нашу старую мастерскую. Хочу тебе кое-что показать. Твой старый приятель, Джои. Глава первая. Движущиеся картинки. Ладно, Джои, я здесь. Посмотрим, ради чего ты меня позвал. Новая задача. Починить чернильную машину и подсказка, исследуй мастерскую. Ого! Какое тут все темное! И чернильное! И чернил текут! Может я под нефтяной какой-то базой, а это не чернила, а нефть? Так, назад пути уже нету. Выход. Не, меня уже не выпустят, слушайте. Меня словно в какой-то бункер загнали и все. Бегай здесь. Балуйся. Твори всякую ерундовину. Крутятся киноленты. Мультипликационные, я так полагаю, потому что это у нас мультипликационная студия. На полу куча-куча-куча бумажек. Безликих. Пустых. Словно с них кто-то стер все надписи. И на столе тоже ничего нет. А возможно там и не было надписей. Возможно там были нарисованы какие-то мультяшные герои, например, как вот этот вот. Но их нет. Даже на стенах, вы посмотрите, даже на стенах пустые листы. Что бы это могло означать? Куча листов. Пустых листов. А это стол, за которым работают аниматоры. Вот главный персонаж, я так полагаю, которого все называют Бенди. Интересно, он добрый или плохой? Ну, судя по прошлой игре, он был там плохим, он всех упивал. А в эту дверь мы сможем зайти? Нет, 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 не сможем зайти. Тырявые какие-то стены, заделанные досками. Досками. Словно действительно какой-то бункер, который чуть ли не разваливается на ходу. Хотя как бункер может развалиться на ходу. Эй, это мой бывший рабочий стол. Я провел здесь столько времени на этом стуле. Да, чувак. Похоже, что ты на нем провел очень мало времени, потому что это все, что ты нарисовал. Не густо, не густо. Воу, а туда, кажется, можно пролезть. Только как. Мне нужна какая-нибудь фомка. Ну или на крайняк лом. Ладно, пойдем дальше. Нам нужно исследовать эту мастерскую. Но что-то она какая-то очень жуткая. Слушайте, мультипликационные студии, они гораздо веселее. Закрыто. Блин, все капает. Как меня бы тут не затопило бы? Мечты реальны. Ммм, что бы это могло означать. И везде, слушайте, этот бэнди нарисован. Точнее, наклеен. Я так полагаю, что это наклейка, да? Нет, со стороны не видно. Так, везде все закрыто. Ух ты. А я могу вот эту камеру взять? Нет, нифигашеньки. И везде, кстати, смотрите, постеры наклеены. Какой-то Микки Маус. Ну, рука Микки Мауса. А здесь вот Борис написано. Волк Борис. Ясно. А здесь вот Микки Маус без головы. Танцы демона написано. При чем здесь танцы демона? Литл. Чего? Маленький... Маленький дьяволенок Дарлин. О, что написано. Ладно, хватит тут вокруг да около. Пойдемте попробуем углубиться дальше. Тут вроде бы мы все обошли. Дальше идем вглубь. По этому тесному коридорчику. Опачки. Опачки, опачки, опачки. Назад, назад, назад. Я слышу музыку. Вы тоже ее слышите? Веселая музыка такая детская. Но дверь закрыта. Здесь тоже закрыта. Блин, двери везде закрыты. Почему двери закрыты? Чего им боятся? Чего они скрывают? В этой части я, по-моему, еще не был. Воу! Опять ты. Дружище, расскажи, что здесь произошло. Эй, Бенди. Бенди, Бенди. Ох, ешки-матрешки. Вы слышали, кто-то пробежал поверху? Или куда-то вглубь убежал? Здоровенная доска. А прикиньте, если бы она мне упала на голову? А сверху ничего нету. Словно она просто... Висела там? Для чего-то. Даже дырки от нее не осталось. Хорошо. О, 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 о. О, мой бог. Джои, чем ты здесь занимался? Что это вообще? Вы посмотрите просто, как у него грудную клетку разворотили. На стенке написано, а кто смеется теперь? Странно, что бы это могло означать? Неужели этот волк смеялся над кем-то? И с ним сделали вот такое вот. Попробуем зайти вот сюда. Бесполезно, слушайте. По-моему, бесполезно вообще открывать здесь двери. Здесь все закрыто. Мне придется передвигаться только по коридорам. Ладно, пойдемте вглубь еще подальше. Ладно, как мне ее включить? Так, новая задача. Починить ренельную машину. А подсказка, забери нужные предметы. Центральное питание. Опасно. Я так полагаю, что сейчас я здесь ничего не смогу включить. Низкое давление. Ага. Значит, нам нужно где-то что-то починить. Ну, в плане труб. Чтобы у нас давление восстановилось. Вы посмотрите на стены. Что с левой стороны, что с правой стороны. По три картины. Видимо, на этих стеллажах должны были лежать эти предметы. Словно как в музеях. Ладно. Я думаю, что в будущем мы разберемся с этим. Ох ты ж, е-мое! Блин, кто его сюда поставил? Ядрить. Кто это сюда поставил? Чувак тоже спрашивает. То же самое, что и я. Блин, я серьезно очень сильно испугался. Если честно, я сейчас сижу в наушниках. На дворе у меня ночь. И игра меня настолько поглотила своей атмосферой. Что я сейчас даже испугался обычной картонки. Потому что я боюсь до чертиков фильмы ужасов. И тому подобные игры. Так что вы представляете, что было бы, если бы это была не картонка. Я бы тут вообще просто капец. Просто нет слов. Ладно, пойдемте пройдем мимо него. Было бы прикольно, если бы его сейчас здесь не было за этой стенкой. Блин, причем, смотрите. По-моему, доска, которая лежала здесь. Да, это та доска, которая лежала здесь. Ее просто поставили. И к ней прилепили Бенди. Так, куда нам нужно идти? Куда нам нужно? Здесь мы все разведали. Тут у нас ничего новенького, я надеюсь, не произошло. Меня очень пугает вот этот вот волк. Будем называть его Вуди. Потому что, мало ли, вдруг он очнется. Так. Здесь я ничего не могу взять. Я так полагаю, что мне нужно собрать вещи и починить нашу машину. Так, а как нам ее починить? Вот вопрос. Так, нашли одну деталь. Отлично. Здорово. Идем дальше. Так, вот. Да, вот тут вот я, по-моему, не был еще. Тут запутаться, в принципе, то и невозможно. Все очень понятно. А, вот, смотрите. Какая-то на плеер похожа. Давайте возьмем его. Запись у Олли Фрэнкса. На данный момент я не понимаю, что Джои собирается делать с компанией. Мы даже не успеваем доделать анимацию вовремя. Я не понимаю, зачем нам вообще нужна эта машина. Она шумная и создает много мусора. И вообще, кому нужно так много чернил? Ах, да. Вот еще. Каждому из нас пришлось отдать Джои что-нибудь с нашего рабочего места. Мы разместили их на маленькие пьедестальчики в комнате отдыха. Джои сказал, что это для того, чтобы умилостивить богов. Чтобы все работало как надо. Я думаю, что он слетел с катушек. Но, хе-хе, он ведь выписывает чеки. Но вот, что я тебе скажу. Если еще одну из этих труп прорвет, то я сматываюсь отсюда. Теперь понятно. Оказывается, на тех пьедесталах стояли 6, получается, предметов с каждого рабочего стола аниматоров. Вот, что это за пьедесталы. Ясненько. Чуть-чуть начинает складываться картинка. Начинает складываться пазл. Что вообще здесь происходило? И оказывается, это вообще не чернила. Это вода. То есть, мы находимся в подвальном помещении. И с труб капает вода. Но хотя очень это сильно похоже на чернила. Двери до сих пор все... Ух ты ж, нифига себе, дверь открыта. Я вижу там стикер. Его можно взять? Нет. Он словно там специально лежит. Как будто вот тут нужно оттуда вытащить. Куча-куча камер. Я ничего здесь не могу взять. Только просто зайти посмотреть. Блин, а может быть за дверью что-то есть? А дверь я не могу закрыть. Ясно. Идем тогда дальше. А это у нас что за комната? А, это похоже здесь показывали премьеры или образцы первых анимационных мультиков. Может мы здесь чего-нибудь новенького найдем, интересненького. Так, подача. Давление чернил. Ага, то есть это все-таки чернила. Вы только представьте, какой объем чернил они использовали для своих мультиков. Вот это жесть. Офигеть. То есть вот эти все трубы, они наполнялись чернилами. Жесть. Просто жесть. Для чего это нужно было? Так, может я на полках что-нибудь найду? Нет. Ничего я здесь не могу взять. Ничего вообще абсолютно здесь нету. Пусто. Офигеть. Ну кто бы мог подумать, что по этим трубам течет чернила. Жесть. Так, а вот там вот дверь. Я ее не помню открывал или нет. Давайте пробежимся до нее. Закрыто, закрыто. Ну вроде бы все. Все помещение я разведал. Больше здесь ничего нету. Других комнат. Либо я чего-то упустил в самом начале. Пойдемте в самое начало. Блин, надо еще все двери проверять. Потому что мало ли вдруг я что-нибудь упустил. Вау. Кажется в этом помещении я еще не был. Вот здесь-то нам и нужно эту шестереночку обратно поставить. Ну мне так кажется по крайней мере. Только куда ее пришпандорить здесь? Воу-воу-воу. Как здесь капает. Так. Здесь ничего у нас не спрятано. Вроде бы нет. Вроде бы нет. А с другой стороны. Кстати, я вот все забывал шкафчики подергать. Ага, шкафчики никак. Шкафчики у нас не открываются. В углах у нас тоже ничего не валяется. Я могу запрыгнуть. Че, не могу запрыгнуть на этот стул? Вот это поворот. Блин, а че я шестеренку-то не могу использовать никак? Вообще никаким макаром? Ясно. Пойдемте тогда в другое помещение. Поищем какие-нибудь другие детальки. Слушай, а за тобой ничего нету? Не. Он ничего за собой не спрятал. Блин. Возвращаемся назад тогда. Ух ты ж, екарный. Ты бабай. Там выключился свет. И помните, там играла музыка? Опачки. Кто-то здесь был. Кто-то здесь был. Ладно. Попробуем включить радио. Ага. Радио играет. Все повеселее. Не так страшно. Дверь мы закрыть не можем обратно. А вот там вот я вижу какую-то баночку, которую мы можем с вами поднять. Так, баночку. Еще одну баночку. Нет, тумбочки у нас не открываются. И, кстати, радио я обратно выключить не могу. Ну, хорошо. Пускай играет. Ладненько. Давайте тогда вернемся обратно. Может я в эту дверь? О, а я, кстати, тебя раньше не замечал. Смотрите, это ключ. Давайте поднимем его. Гаечный ключ. Он нам наверняка пригодится для того, чтобы отремонтировать нашу машину. Ничего здесь не произошло, пока меня не было. Плюшевая игрушка. Давайте тоже поднимем. Нет, сюда мы не можем зайти. Ничего здесь не произошло интересного. За мое отсутствие. Вроде бы нет. Вроде бы нет. Опачки. Я, оказывается, его могу выключать и включать. А вот и пластиночка виниловая. Давайте-ка ее поднимем. Зачем она нужна, пока неизвестно. Что-то я уже дофига предметов нашел на самом-то деле. Ух ты. Баночка с чернилами. Только почему-то там нарисован скелет, словно это баночка с ядом. Ну, все равно поднимем ее. Где мы еще не были? Так, закрыто. Оттуда мы пришли. А может быть у нас выход открылся? Может нас разблокировали? Вылезем отсюда. Ага, фигушки. Размечтался. Сейчас. Давайте зайдем сюда. Нет. Фига вам. Здесь у нас тоже ничего не появилось. Ну, значит, мы, скорее всего, собрали все предметы. И я предлагаю вернуться к машине и попробовать ее собрать. Блин. Главное ничего не упустить, слушайте. Вроде бы все, что можно было собрать, я собрал. Еще раз подойдем к этой камере. Нет. Нифига. Нифигашеньки. Фух. Пойдемте-ка, знаете, куда мы зайдем? К нашему волку сейчас мы пойдем вернемся. Посмотрим, может, там что произошло. За наше отсутствие. Блин, ну не прикольно то, что я туда не могу наверх залезть. И непонятно, могу я сейчас здесь что-нибудь сооружить или нет. Нет, похоже, ничего я не могу сооружить. Ладно. Значит, здесь мы ничего пока не можем сделать. Возвращаемся к нашему волчонку, у которого грудную клетку разворотило. Так, эм... Не, эм... Кажется, я запутался. Кажется, я запутался. Мы сейчас возвращаемся к нашей чернильной машине. А, вот он, волк. Вот он, волк. У тебя здесь ничего не произошло, дружище? Блин, как бы тебя не затопило... Ух ты! Это что у нас за книга такая? Так, теперь все. Мне просто нужно как-нибудь запустить подачу чернил. Где-то здесь должен быть переключатель. И после я смогу включить питание. Угу. Задача обновилась. Восстановить давление чернил. Значит, все. Теперь я все собрал. Отлично. Пойдемте зайдем в ту комнату. Где у нас должны были быть собраны все эти предметы. Вот они. Вот они все эти шесть предметов. Вот так вот они здесь и стояли. Низкое давление. Пока что я здесь ничего не могу включить. Пойдемте возвращаться обратно. Где у нас идет подача. Чернил. И там мы должны активировать кнопку. Так что я думаю, что... Мы запустим все это дело сейчас с вами. Главненько добежать все. Хорошо. Без происшествий. Чтоб я тут где... Ух ты ж, блин, ай! Долбаные картонки! Кто тебя так высунул? У тебя здесь никаких подставок, никаких пружинок. Кто-то тебя высунул. Опачки. Что? А если я вот так встану? Нет. Моей тени здесь нет. Так, выключайся. Никак не выключить. Ну ладно, тогда нажмем на кнопку подачи. Вы посмотрите, как трубы закачали. Чернила-то. Трубы словно ожили и живут своей жизнью. Ладно, бежим отсюда. А то не дай бог, если трубу прорвет, мне будет... Капец. Не отмыться потом от этих чернил. Все, я пока что тут больше... Что произошло? Что за звук? Ох, ешки-матрешки. Что это за звук? У меня мурашки побежали. Что-то я очкую, ребята. Надеюсь, вы со мной. Пойдемте-ка дойдем до нашей машины и включим ее. Так, наш Ууди там лежит, спит. Все хорошо. Так, готово, да? Могу активировать. Центральное питание опасно. Все включено. Цвет почему-то погас. Цвет, блин. Цвет почему-то погас. Почему так темно стало? По-моему, все освещение перешло сюда, чтобы осветить вот эту вывеску, что опасно. Прямо как будто не нужно было мне это включать. Я это все дело включил. Пойдемте посмотрим теперь на ту здоровую установку, где я был. Где я думал, что шестеренку туда нужно вставить. Блин, блин, блин. А может быть, мне теперь к выходу надо бежать? Опачки. Вот это дела. Чернильную машину запечатали. Ах ты ж ехарный ты, блин, а, блин, а. Ё-моё. Ты чё, издеваешься, что ли? Так, к выходу надо быстро, 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 быстро. Как меня тут топит-то? Ух, 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 ух. Выход, 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 выход. Ядрен батон, я так... Капец, чё, чё за дела? Я так не боялся со времен детского садика, серьезно вам говорю. Ядрен батон. Ух. Как говорил Наруто, ёк-то байо. Уху-ху-ху. Кто не знает, это аниме-мультик такой. Наруто, шиподен. Мы куда-то свалились? Блин, я чё-то как-то это, перенервничал немного. Мне надо будет чё, валерьяночки выдуть, бутылек. Так, надо посмотреть, здесь ничего у нас нету такого интересного. Может, тут чё-нибудь валялось? Ух, 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 ух. Блин, надо дух перевести. Фух, ух, ух. Жесть. Вот честно, вроде ничего такого серьезного-то тут и не было. Но я слишком близко подошел к этому чуваку, что он так выскочил на меня. Ладно, вроде бы там в той комнате ничего не было. Давайте спустимся вниз. Так, здесь я ничего покрутить не могу. Вроде нет. Давайте-ка ещё пониже спустимся. Кстати, падал я довольно высоко. И долго. Как если ноги не сломал? Удивительно. Здесь я тоже ничего не могу сделать. Ну, значит, открываем дверь. Хопачки. Так, топорик вижу. Отлично. Это мне пригодится. Отлично. Расчистить старый путь. Сейчас мы этим и займёмся. Так. Ну что ж, погнали. Хопачки, хопачки. О-о-о-о. Довольно круто. Слушайте, вот это мне нравится, когда у тебя есть топор. Хоть чем-то защищаться можешь. Доски ломаются, как будто у меня не топор, а бензопила. А вот это могу? Да, и это тоже могу сломать. Отлично. Блин, был бы у меня раньше топор. Я бы этому Бенди... Это же по-любому был чернильный Бенди. Только он не из картона был сделан, а полностью из чернил. Я бы этот топор ему прям промеж глаз так... Бабах! А может быть, он бы мне этим топором промеж глаз. Ну что, заходим. Надеюсь, там ничего такого не будет. Ух ты ж... Капец. Вы чё, издеваетесь, что ли? Чем глубже я захожу, тем сложнее мне будет выбираться. Меня же сейчас затопит здесь. Как трясёт-то, а? Что, гробы какие-то? Вы чё, прикалываетесь, что ли? Ух ты ж... Воу! Ё-моё! Всё, короче, я сознание потерял. Ай-яй-яй. Ой-ёй-ёй. Конец главы. Фух, ребята, это было прикольно. Спасибо вам за Бенди. Если бы вы мне не написали, я бы не знал о такой крутой игрухе. Мне понравилось, очень классно. Фух, я перевёл дух и готов приступить ко второй части. Я знаю, что есть вторая часть. Если вам понравилось, то ставьте лайки и пишите в комментариях, чтобы я прошёл вторую часть. Ну а вам всем спасибо за просмотр. Пока. До нового видео. Увидимся.